В декабре, который завершает уходящий 2023 год, в молодёжной сфере происходит немало ярких событий. Одним из самых интересных в этом году стал молодёжный форум МОРС. А почему он так называется и чем же удивили молодых славянцев его организаторы, вы узнаете из нашего следующего репортажа. Наша молодёжь привыкла быть в гуще событий. Это вполне оправданно. Если ты хочешь жить активно, быть в центре внимания, узнавать что-то новое, то в Славянском районе тебе не дадут соскучиться. Лидеры школьных самоуправлений, активисты учебных заведений, молодые депутаты были приглашены на молодёжный форум МОРС. Это название составлено из первых букв слов. Мечтай, обучайся, развивайся, созидай. Приглашённые на форум молодые люди отлично учатся, работают, ведут общественную работу, принимают участие в многочисленных мероприятиях. И для того, чтобы перед ними открывались новые перспективы, им нужны свежие знания и умения. Чтобы дать им всё это, и были приглашены на форум опытные федеральные, региональные и муниципальные спикеры, эксперты в своих темах, готовые поделиться с ребятами актуальными знаниями. Сегодня я рассказываю, как можно стать экспертом, как можно подняться с помощью карьеры, и о том, что личный бренд начинается с самого первого резюме. Вот ты составляешь его, пишешь свою фамилию, имя и дату рождения, и твое резюме, твой личный бренд уже стартует. Поэтому сегодня мы рассказываем про это. Возможно, мне останется время рассказать про креативное мышление, потому что это тоже очень важно сейчас для молодёжи. Нужно мыслить нестандартно, нужно мыслить постоянно, нужно развивать беглость мысли. И поэтому, мне кажется, что очень круто, что такие форумы создают и дают возможность ребятам узнать больше информации. Наталья Лескова уверена, что если даже у тебя нет опыта работы, но есть знания и горячее желание трудиться, ты сможешь заинтересовать работодателей. Потому что сейчас работодатели, они больше акцентируют внимание на том, как человек приходит, с каким настроем. Он инициативен или он просто пришёл посидеть. То есть, если он пришёл посидеть, неважно, какие он навыки указал в резюме, он не будет полезен для компании. А если у него есть желание, цель, стремление, амбиции, этот человек принесёт больше возможностей, больше денег в компанию. Для участников форума очень интересной была тема об организации проектов и получении грантовой поддержки на реализацию своих идей. Всё это вполне реально и осуществимо. Только нужно знать, как начать работу и приносить ей пользу для общества. Ты должен что-то начать делать. И начни с небольшой суммы, пойми, как это работает, и ты увидишь, что это приносит результат не только тебе, а вокруг тебя. И мы им рассказываем уже про примеры, когда их сверстники, которые сделали проект, рассказываем, что за человек, о чём у него проект. И они такие смотрят и думают, о, ну в принципе, я тоже так могу. Опять же, насколько им нужно это в данный момент, а каждый решает, конечно, для себя. Когда он с этим столкнётся, то, может быть, он вспомнит о том, о чём мы рассказываем и скажет, о, я же помню, там нет. Мне кажется, это очень важно и нужно такие мероприятия проводить чаще. Не секрет, что и в предпринимательской деятельности у молодёжи есть большие возможности и преимущества. О том, как ими воспользоваться, рассказал молодым славянцам федеральный эксперт Вадим Кульков. Сейчас представлено очень много программ развития молодёжного предпринимательства. Это грантовая история, это обучение, это субсидирование, это различные центры поддержки, это наставничество и всё остальное. Это очень много программ, очень большие перспективы этого развития. И сейчас, как никогда, начать своё дело молодым людям очень просто. Нужно просто знать вот эти пути, механизмы и куда направить своё внимание. Сейчас очень много уделяется вниманию производству, включая лёгкой промышленности, то есть всё, что связано с тканью, шитьё, всё остальное. Плюс деревообрабатывающая промышленность. В принципе, сейчас нет каких-то рамок, куда можно зайти. Один из самых актуальных вопросов – обеспечение безопасности молодёжи. В первую очередь в интернете. Нужно знать, как избежать негативного влияния и уметь получать объективную и нужную информацию. Мы стараемся рассказывать молодёжи, педагогам, взрослым, всем, как не попасться на удочку мошенников, как не закликнуться в этом море информации, а выбирать ту информацию, которая максимально полезна, интересна и принесёт какую-то приёмную пользу. И зачем нужно учить английский, зачем нужно учить математику, когда у тебя всё под боком, да, всё посмотрел в интернете, всё узнал. Но по факту получается так, что люди втягиваются в это, уже не могут оторвать глаз от экрана, постоянно, постоянно, постоянно находятся в интернете. Это, конечно, влияет на здоровье, влияет на психологическое состояние, влияет вообще, в принципе, на нашу обыденную жизнь. Поэтому молодёжи, взрослым, надо понимать, что нужно ограничивать себя. О том, как важно быть настроенным на созидание, на командную работу, говорил муниципальный куратор движения первых из Приморско-Ахтарска Расим Мамедов. Я рассказывал ребятам о том, насколько важно себя самому мотивировать. Если ты это начнёшь делать, то сразу все твои состояния внутренние будут становиться лучше и сильнее, и ты начнёшь и правда развиваться. Но мотивация должна быть не только себя, как вот я сегодня это сделаю, а нужно мотивировать себя, что я пойду туда и сделаю это там, ведь только в команде можно работать лучше и сильнее. А также рассказывал ребятам о том, насколько важно управлять своим эмоциональным состоянием и учиться узнавать эмоциональное состояние других людей и взаимодействие с ними. Участники форума не только смогли получить важную информацию, но и попробовали свои силы на мастер-классе по украшению сумок шоперов. В целом для каждого были свои интересные темы. Сегодня мы хотим донести до каждого активного человека, что его цель, его мечта, она реальна, что здесь сегодня её можно реализовать, и что от этих людей зависит будущее, от развития их потенциала зависит будущее нашей страны. Мы постарались подобрать очень экспертов разных сфер. Сегодня здесь мы говорим об информационной безопасности, о развитии своей личности, о развитии своего потенциала в бизнесе. Также сегодня на мастер-классах каждый будет творить своими руками. У нас сегодня кастомизация шопера, у нас сегодня создание амулета из эпоксидной смолы. И также в конце мы пообщаемся в диалоге на равных. По-настоящему важным и радостным стал для многих ребят этот молодёжный форум. Они ещё раз почувствовали, что их силы и знания востребованы, и им готовы помогать. И на самом-то деле этот форум даёт нам понять вообще, что, зачем, почему, для чего вот это вообще всё. Мы были на нескольких мастер-классах, мы задавали вопросы, на которые получали ответы. Потому что реально тут специалисты. В диалоге на равных приняли участие заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко и председатель совета молодых депутатов района Алексей Литвиненко. Виталий Титаренко рассказал о своём жизненном пути, об активной жизненной позиции, которая помогает добиваться намеченного. Он ориентировал ребят на то, чтобы они смелее шли вперёд. Ну, скажу откровенно, вот этот опыт, он в разных направлениях, конечно, давал какую-то часть того, что сегодня по жизни приходится реализовывать, да, то есть где-то мне дали возможность, ну, стать активным, активно таким волонтёром, да, в каком-то направлении мне просто приходилось заниматься творческой деятельностью. Инициатива есть, пожалуйста, вот тебе грант, бери, реализовывай, помогай. Инициатива есть, пожалуйста, есть молодёжка, есть родственная молодёжь, формулируй, меняй направление каких-то своих действий, какую-то идеологическую, смысловую нагрузку, и тебе дадут возможность раскрыться. И мы видим вас, и замечаем, и уже многие из вас почувствовали в себе, что в этом обществе очень нужны. Поэтому ещё раз огромное спасибо экспертам за то, что раскрываете тот потенциал наших ребяток, даёте нам тоже моменты подумать. Алексей Литвиненко проинформировал собравшихся о насыщенной жизни молодых депутатов, которые, получив мандат доверия от избирателей, стараются выполнять наказы жителей и, конечно, сами развиваются. В завершающей части форума были вручены благодарности славянским волонтёрам за бескорыстный вклад в развитие добровольческого движения и в честь Дня Добровольца. Также состоялся торжественный приём большой группы славянской молодёжи в ряды движения первых. Для тех, кто был принят в движение на форуме, этот день стал поистине незабываемым. Сегодня прекрасный день. Я вступила в ряды первых. Я побывала на форуме. Мне очень понравилось. Я узнала для себя очень многого интересного. Ребята очень подробно рассказали всё. Даже были разные конкурсы. Сегодня в Славянске было очень интересное мероприятие. Это форум МОРС. Молодёжный форум, на котором мы сегодня обучались, узнавали много нового. А также сегодня произошло очень важное событие для меня. Я вступила в движение первых. Для меня это было очень волнительно. Я переживала, но всё прошло отлично. Свои музыкальные подарки, созвучные идеям форума, подготовили славянские певцы и танцоры, чьи выступления собравшиеся награждали горячими аплодисментами. Самое главное, у молодых участников форума были неравнодушие и позитивный настрой. Славянцы могут принимать нестандартные решения, стремятся участвовать в жизни района и края и менять окружающий мир к лучшему. Возможности для этого есть всё в руках молодёжи. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко. Программа «События». Продолжение следует...